МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. В Караганде пройдет фестиваль-конкурс «Семья года». В 57-й школе учитель информатики покончил жизнь самоубийством. В Тимиртау совершено дерзкое нападение на таксиста. Десять дней назад состоялся запуск второй печи завода по производству металлургического кремния «Селициум-Казахстан». Это позволит предприятию увеличить выпуск продукта до 25 тысяч тонн кремния в год. Сегодня состоялась первая выливка металлургического кремния, полученного с трудотермической печи номер 2. «Селициум-Казахстан» – это единственное предприятие на подсоветском пространстве по выпуску металлургического кремния. Продукт производится в большом объеме с минимальными затратами. Уникальность данного проекта – своей технологичности. Нет выбросов в атмосферу. Все отходы утилизируются. Пыль, образующаяся от металлического кремния, используется как товарный продукт для производства цемента. А металлический шлак используется повторно на собственном производстве. Тем самым данное предприятие отвечает всем требованиям экологической составляющей. Металлургический кремния требуется во многих отраслях промышленности. А с успешным запуском новой печи производимость компании увеличится почти вдвое. С чем и поздравил заместитель Акима области подрядчиков, металлургов, словом, всех, кто участвовал в процессе реализации проекта. Мы считаем, что как раз-таки вот такие предприятия, они являются фундаментом для построения общества всеобщего труда в республике Казахстан, поскольку дают новые рабочие места и подготовку новых высококвалифицированных кадров. Поэтому мы считаем, что запуск второй печи полностью соответствует новой индустриальной политике, реализуемой в республике Казахстан. И является примером того, как Карагандинская область сегодня непосредственно исполняет поручения главы государства по построению общества всеобщего труда. И вот это предприятие, я надеюсь, станет фундаментом для дальнейшего развития и реализации экономики нашего региона. Процесс по выработке металлургического кремния достаточно сложный и трудоемкий. Работники предприятия уверены, что у проекта перспективное будущее. С запуском второй печи компания планирует выйти на полную мощность 25 тысяч тонн металлургического кремния в год. Так, благодаря повышению эффективности вновь создаваемых и существующих мощностей, создается конкурентное положение на мировом рынке. Значимость данного предприятия заключается в том, что здесь создано более 400 рабочих мест. Все – жители Карагандинского региона. В основном коллектив сложен из молодых специалистов. Это почти 75% рабочих. Первоначальное образование они получили в техническом университете. Практические навыки – на заводе. Специалисты у нас готовятся и подбираются в основном из хорошего Карагандинского государственного технического университета, который обучается по направлению цветная металлургия. И трудоустройство этих студентов планируется на нашем заводе. Данное предприятие вошло в тридцатку прорывных проектов индустриализации современного Казахстана, что в свою очередь доказывает, что хрупкий минерал серого цвета очень важен, потому как имеет широкое применение в алюминиевой и химической отраслях, говорит начальство компании. Вы на сегодняшнем примере лично видели, что насколько модернизовано предприятие новых совершенных технологических процессов, что позволяет получать практически наивысшие марки металлургического кремния, которые служат потом дальнейшим переделом. Еще неполноважно хотелось бы отметить и то, что уникальность природных запасов Казахстана по сырью для выпуска кремния как раз и гарантирует те производственные технические показатели, на которые был нацелен, будем говорить, данный проект. Единственный вопрос, решение которого предприятие надеется на помощь государства, это вопрос о снижении энерготарифа. Первоначальный бизнес-план, который определялся и который был одобрен на самом высоком уровне, он определял тарифы в сегодняшних ценах в ровно в два раза меньше. А я хочу сказать, что в нашей себестоимости выпуска сегодня сырье и энергетика составляют более 60%. В Караганде пройдет ставший уже традиционным областной фестиваль-конкурс «Семья года». Отборочные туры уже стартовали. Финальный гал-концерт пройдет в конце сентября. Пока же организаторы конкурса призывают семьи со всех уголков области подать заявки на участие. «Семья года» – конкурс, который уже третий год проходит в нашем городе. За это время фестиваль-конкурс набрал популярность и стал доступной площадкой для любой семьи, желающей поделиться опытом семейной жизни, успешного воспитания детей, а также рассказать о семейных традициях и обычаях. Фестиваль «Семья года» с каждым годом получает все больше и больше резонанс в области. И особенно приятно, что все новые и новые семьи откликаются. Те семьи, которые, может быть, два года назад считали, что они где-то недостойны, где-то они не настолько значены, сейчас они уже приобретают уверенность и готовы показать себя, готовы проявить свои творческие способности. Поделились с журналистами опытом участия в областном фестивале и обладатели званий победителей конкурса. «Семья года» образца 2010 – семья Когайки. Участие в конкурсе подтолкнуло дружное семейство принять участие в другом международном конкурсе, где они получили премию за вклад в развитие языка за рубежом. «Всем тем, кто сейчас еще думает о том, чтобы участвовать в этом конкурсе, мы бы пожелали участвовать, потому что действительно этот конкурс, он очень сплачивает. Семья настолько становится такой единой». Еще одни участники областного конкурса – семья Логачевых. Сегодня глава семьи Анатолий Игнатьевич рассказывает, что долгие уговоры супруги принять участие в «Семье года» не оказались напрасными. Два года назад Логачевы стали призерами конкурса. От участия впечатления только положительные. «Если есть такая возможность проводить вот такие отборочные конкурсы, именно по районам, чтобы люди уже, как сказать, как можно большее количество приняло участие вот именно в этом прекрасном, хорошем деле». Участником фестиваля конкурса «Семья года» могут стать семейные пары, зарегистрированные в браке, семейный стаж которых не менее пяти лет. Обязательным условием является наличие детей. Победителей будут определять по нескольким номинациям. Более подробную информацию можно получить у организаторов конкурса общественного фонда «Озарение» по телефону 416453. Ирина Камышова, Толеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В области увеличена плотность нарядов дорожной полиции, на загородных трассах и в крупных городах. Это вызвано решением об усилении работы по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Автоинспекторы особое внимание уделяют подложным госномерам, управлению автотранспортными средствами в алкогольном опьянении, превышению установленных скоростных режимов. Только за истекшие сутки 2 августа выявлено 483 нарушения правил дорожного движения. В том числе задержано 15 водителей в состоянии опьянения. 200 водителей нарушили скоростной режим. Пятеро управляли автотранспортными средствами с подложными номерами. Шесть мотоциклов поставлено на штрафстоянку за управление без документов. Так, 2 августа на улице Речная автоинспектор остановил «Мерседес» с госномерами, которые выдавались более шести лет назад, а серебристый «Мерседес» явно был новым. Центральное оперативное управление подтвердило опасения автоинспектора. Номера принадлежали автомобилю «Газель». При проверке у водителя «Мерседеса» не оказалось водительского удостоверения и страхового полиса. Во время несильной службы при надзоре дорожного движения была остановлена автомашина «Мерседес» за госномером «Мария 426» Ольга В. Галочка-Мария для проверки подложных госномерных знаков. При проверке данной автомашины выяснилось, что данные госномерные знаки принадлежат автомашине «Газель». На улице Орлова также задержан «Мерседес-230» с подложными номерами. Водитель управлял авто без прав, без доверенности, без страхового полиса. Данное автотранспортное средство было остановлено сотрудниками дорожной полисы отдельного батальона номер 2 за управление транспортом «Мерседеса» заведомо ложными госномерными знаками. Эти госномерные знаки принадлежат такой же автомашине «Мерседес», только черного цвета. Водитель поясняет, как он перегонял, нацепил и перегоняет с одного места на другое место. Уже сегодня, 3 августа, на 15-й магистрале города Караганды был задержан 20-летний водитель мотоцикла «Иш Юпитер-5». Он гонял без шлема и номерных знаков. При нем не оказалось ни прав, ни страхового полиса, а мотоцикл не был зарегистрирован в дорожной полиции. Данный мотоцикл был остановлен на 15-й магистрале города Караганды. При остановке транспортного средства на нем отсутствовал государственный номер. Также водитель был без мотошлема, без водительского удостоверения, СРТС. Также было составлено 4 административных протокола. Данные транспортные средства поставлены на коммунальную штрафную стоянку по улице Аманжова, 34 города Караганды. В ночь со 2 на 3 августа на улице Ленина задержана автомашина «Лексус-470». На передней части авто был установлен стратоскоп и незаконное устройство для подачи сигнала СГУ. У водителя не было водительского удостоверения. Естественно, машина была помещена на штрафстоянку. Всего с начала года выявлено 184 случая управления транспортом с подложными номерами и знаками, отсутствующими в базе данных, но эксплуатирующимися на автотранспортных средствах. Стационарные комбинированные системы выявления и фиксации нарушений скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора зафиксировали 454 нарушения. Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. Таксисты относят свою работу к группе особо опасных профессий. И это неудивительно. 2 августа в Тимиртау было совершено дерзкое нападение на таксиста. 2 августа около двух часов в Восточный отдел полиции управления внутренних дел города Тимиртау обратился 35-летний водитель такси. Он сообщил, что двое неизвестных пассажиров в возрасте 20-25 лет сели в такси на улице Димитрово, а затем с помощью угроз открыто завладели машиной Тойота Камри. Для поимки злоумышленников был введен план перехват. Примерно через полчаса авто было обнаружено в километре от станции Жанааул на железнодорожном переезде с проколотым колесом. Из салона были похищены три сотовых телефона. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками криминальной и патрульной полиции были задержаны двое тимиртаустцев 37 и 23 лет. Один из них уже привлекался за угон и за угрозы. Вещественные доказательства изъяты. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в средней школе номер 57. Учитель информатики покончил жизнь самоубийством. Никто не ожидал, что такое может случиться. За семь лет работы 27-летний преподаватель информатики показал себя знающим и любящим свою профессию человеком. Он находил общий язык с учениками, и его уважали и коллеги, и дети. Мы связались по телефону с исполняющей обязанностей директора средней школы номер 57 Гульхаим Зенеловой. У вас там не счастье случилось, если не вам соболезную. Просто хотелось бы узнать, а что за человек был ваш учитель? Ну, знаете, это по всеми обстоятельствам, оказывается. То есть в школе ничего не виноваты. Ни при чем мы. То есть что-то в семье случилось, и вот он и решил. Да, да, да. Ведь тем более он сейчас в отпуску. Каким был учителем? Он прекрасный учитель. Что он преподавал? Информатику. А ребята к нему как относились? Хорошо. То есть никогда никаких конфликтов, ничего не было? Сейчас проводится расследование причин суицида. Ведь находясь в отпуске, преподаватель решил свести счеты с жизнью в подвальном помещении родной школы. Одна из главных надежд на золото олимпийской сборной нашей страны карагандинский дзюдоист Максим Раков проиграл стартом для себя поединки летних олимпийских игр в Лондоне. Казахстанец, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, потерпел поражение от представителя сборной Азербайджана Эльмара Гасымова. Соперник 26-летнего карагандинца в первые минуты сделал бросок, за что заработал оценку ЮКО, которая стала победной. По итогам пятого дня Олимпиады сборная Казахстана занимает 10-е общекомандное место. В копилке национальной команды по-прежнему три золотых медали. В медальном зачете лидером является Китай, вторую строчку удерживает США. На третьем месте Южная Корея. 8 августа на современном мини-стадионе на территории средней школы номер 8 состоится торжественное открытие Лиги дворового футбола. Турнир проводится по инициативе Акима Октябрьского района и отдела физической культуры и спорта. К участию в соревнованиях допускаются желающие, любительские команды микрорайонов и дворов Октябрьского района. Заявки принимаются на стадионе «Шахтер» до 6 августа. Подробная информация по телефонам 49 39 56 и 42 67 31. На этом у меня все. Напоминаю телефон нашей редакции 42 06 49. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!